Привет всем. Мы едем в Барселону. Сейчас мы пойдем купим себе вина. Сыгран в фото милии по внутреннему манску на последний собор. Посмотрите на эти прекрасные фрески. Мы ведем прямой репортаж с главного кафедрального собора Испании. Мы не планировали сюда приходить, потому что мы зажидели 6 евро. Но оказалось, что очень клево и мы вам покажем это. Уже 5 штаны по 6 евро было оттолк. Сами отправляемся на гору. На гору. А не так. Тебе баллы. Тебе баллы. На гору. Тоже не очень страшно оказалось. Еще не страшно абсолютно. Федор дурачок. И море, и гигантский порт. Федор очень лапсный море. Причем, всем будет очень хорошо видно, как у нас тут тряски. Будет очень круто. И я очень хочу кушать, но пока не предвещается еда, поэтому нам придется подняться на вон тот замок. И там позагорать. А, только что мы неправильно проникуляли, потому что кто-то боялся. За 110 евро и как будто зажитло 10 евро. Отличное путешествие, жиды и бояки. Все равно я-то не бояка, все знают. Да, да, вот на тех красненьких фуникулярах. Понимаешь, кататься, блин, здесь не видно. Потом, потом снимем. У меня что-то выражало. А, кстати, я хотелось заметить, что в такой же почтегамблице ваш покорный слуга стрелял. Ой, я снимаю видео случайно. Ладно, приветствуем, скажите про это место. Мы пришли на стадион, это Олимпийский стадион, где играли олимпийские чемпионы. В 1992 году, можно сказать, это самое важное. Но построили его гораздо раньше. В 1931 году. Да. Но, к сожалению из-за того, что… Фашисты. Что за подсказки? К сожалению из-за того, что да, в мире появились фашисты, и Олимпиаду решили провести в Берлине. Там же он же, по-моему, выиграл. Все. Анна, ну какая вот наша прогулка? Ну так, ну только мы прошли целую гору. Часа два, наверное, шли. Да? Ну может полтора. И мои ноги отваливаются. Ну это очень красиво место. Красивое место. Очень красиво. Золотые пони и гигантский мамонт. Вообще парк очень классно выглядит. Петр признался, что не любит парки, а мы тут два дня уже гуляем по паркам. Солнце адское, поэтому на всех фотографиях мы в очках. Довольно жарко. Да, у нас второй парк сегодня. Ну и на самом деле четвертый за нашу поездку. Потому что все те тоже парки можно назвать. Посмотрите на коней. Пожалуйста. Пожалуйста, прошу вас посмотреть на коней. Анна, сейчас пойдем поближе, чтобы вы могли насладиться посухой. Насладиться не нашими роженными. Так, члены на коней. Да. Это коней и коней из настоящего золота. Из настоящего золота, собранный на берегах рек испанских. Колоний. Да. Так. Так и было. Голубая вода была привезена специально из голубой лагуны в Калифорнии. Зеленая трава из Канады. Эти прекрасные чугунные штучки из России, попрошу заметить. К сожалению, Россия смогла предоставить только чугун. Любой. А к сожалению, стройка немножечко помешает в красоте. В Барселоне все строится до сих пор. Вот этот парк, как нам рассказал аудиогид, тоже не достроен до конца. И тоже здесь гораздо больше должно было быть скульптур, кроме вот этих вот коней и мамонта. Так же, как и в парке Гуэля. Должно было быть гораздо больше домик. В общем, в Барселоне все начинается круто, а заканчивается довольно поршу. Отсутствием денег. Ну что же, дамы и господа, мы снимаем новый репортаж, как мы лежим на травушке в парке Цитадель. Сейчас я вам покажу деревья. Вон, это самый интересный репортаж. Я посмотрю этот репортаж. Ну, Федор. Сейчас мы направимся, посмотрим, что там с зоопарком и направимся на пляжик. Наконец-то мы видим барселонские пляжи. Мы поднялись на башню. Это башня кафедрального собора. 207 ступеневых. Теперь мы видим валенсиков на ладони. Собственно говоря, старый город здесь тупенький. Но вот здесь мы пойдем вот туда. Там очень круто. И по ходкам, и по еду. А вон там горы. Но сегодня наш день будет заключаться в том, что мы смотрим в старый город. И, возможно, сходим в биокарк, если будет это не слишком далеко для Петра. Аня, сейчас надо проверить что-нибудь новое валится. Что уже ничего не знает. Дамы-господа, вы видите дом правительства. Мне нравится очень эта площадь. Она вся состоит... Сейчас будет слышать, Таня. Она вся состоит из красивых домов. Я попросила моего видеооператора показать зрителям всю эту площадь. А я пока покажу. Да. Вы бы тоже прожили вместе со мной, если бы были тут. Я на самом деле trip. И вот я ее терплю каждый день. Эту бабушную, тетку. А я терплю этого нытика. Которая постоянно хочет спать. Постоянно только ночь. Море такое сейчас, на самом деле. Мы не купались, мы смотрели. Оно холодненькое, делая самолет. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Валентий хороший городок, сначала кажется маленьким, а затем все верят, что он большой и крутой Смотрите наши фотки в интернете Здравствуйте, дорогие дорогие мои россияне Мы на островах, где куча немцев Пока Мы с вами отдыхаем и загораем На море, только что вы получите, а в соли Помните на мой лоб, внимательно Если вы сделаете зум, то вы увидите в крови Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok За нами самый главный кафедральный собор. Пожалуйста. Здесь довольно красиво, но это не единственная достопримечательность, которая есть в пальме. Она не единственная достопримечательность, которая есть в пальме. Она в рёд. Здесь больше вообще не достопримечательно. Мы были в арабских банях ещё. Тоже мега достопримечательность за 2 евро. Пойдём, пройдёмся с кем-то. Самый интересный. Обычно и облачно, но мне очень жадно. А Федор ходит в куртке и в штанах. Боится заболеть. Потому что я крутой парень. Я уже болею. Я уже болею. Я уже четвёртый день болею. На больничном. Аня не плачет мне больничные посуды. Вообще-то я плачу. Судя по тому, сколько ты мне должен. Думаю, пора заканчивать это интервью. С интереснейшими людьми современности. Такими, как Аня Соловьева и Фёдор Новиков. До свидания. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok